Ну что же, в полной тишине Просыпается Просыпается Отъявленный юморист Этого стола, номер один Картман Получает свою карту И засыпает Дианочка, номер два, просыпаешься Получаешь карту, засыпаешь Хантик, Марк, номер три Твой черед Засыпай Филя, номер четыре Филя, блядь Смешно, смешно Динь-динь Динь-динь У нас просто с ним уговор Он спросил, может ли он называть меня Динь Я сказала, что тогда буду называть его Филя Все, по рукам Работаем, работаем На характере Номер пять, Вадя Твоя карта Засыпай Номер шесть, Арина Пожалуйста У себя пердит Это я, я, я Это Манирин У меня сегодня отдых, ему можно Витя Чедван, номер семь Вая карта Засыпай Юра, флеш Пожалуйста Засыпай Ванечка Ванечка Ты кто, я Ванечка Твич.тв Слэш Манурин Твоя карточка Засыпай Номер десять, Камик Твоя карточка Засыпай Номер одиннадцать Злой У тебя во рту вареники там, что ли? Просыпайся Получай карту И засыпай Чел на ПП сидит вареники Хуярит Так, сейчас давайте все Отсмеемся как следует Отлично Теперь полная тишина Просыпается только мафия Мафия Знакомится И засыпает Потому что я забыла Раздать вам Дона У нас просто три мафии Ну и ладушки Заснули Утро Все проснулись И Филя проснулся Вадя, вообще-то Это только у нас Не такая договоренность У вас любовь, я понял Дом есть на старине? Ня Нету Просто три мафии Два Дона В таком случае Обалаган у вас есть На следующий раунд, правильно? Как вот с этим, посмертной речи Или как это? После смерти У нас балаган во время всей игры Балаган Так, наверное, балаган будет Да, и кроме того В первый день после знакомства У вас также будет перед ночью возможность обсудить Так, а сейчас А, у нас будет открывать стол Картман Ну где вы находитесь? Наверное, в детском саду В таком случае Детский сад Возможно, какие-то воспоминания Возможно, я не знаю Ты пришел забирать своего ребенка Кто знает Ну, я заканчиваю Ну, открывай, пожалуйста Я пришел забирать Ладно В общем, короче Печально Не знаю Давайте я вам пополгу С Филом С Филом вы не играли в мафию Фил у нас, когда мафия Он очень сильно агрессирует Крисит, что он никуда не уйдет И вообще будет сидеть до последнего Пить тех, кто для вас красный Если вы красный Не ведитесь Фил очень умеет переубеждать С Ваней вы играли Права в мафии Я очень скажу Но Ваня на мафии всегда агрессивный Всегда перебивает Всегда кричит А когда он на мафии Понимает, что он агрессивно играл Прошлый Говорит Я не агрессирую Я не агрессирую Я не агрессирую Он тоже мафия Камик постоянно рисует Хуевый разномаз И на любом Вообще Что такое разномаз? Охуительный аналитик Ребята, у вас Пиздательший друг Он засрал вас всех Охуевый А Карман тогда на мафии Пиздит На других Моя речь И Камик Несет очень полную хуйню То есть он Такое именно лепит Я в странно-ведущем Сидел Просто сидел Столк Несет Юра Флэш Складно базарит на мафии Хорошо на мафии Играет Но в начале игры Как нам Пинк вчера объяснил Очень сильно припинается У него не сразу идет речь Ну По остальным И состальными Спасибо большое Спасибо Само играет Интересно будет послушать Что теперь про тебя Скажут остальные Дианочка Да Я ничего не скажу про Артуру Он меня пугает Мы рассказываем Как в садике Нам было хорошо Типа да Или мы забираем Ребенка в садик Ты можешь вообще не высказываться Ты можешь вообще не высказываться По теме садика Просто поговорить По столу По Артуру А можешь рассказать Про садик Я в мафии вообще не шарю Что скажешь Ты не едешь с нами в Одессу Получается Тогда ладно Ну я тебя пугаю Да нормально Буду бояться и ехать Короче Короче Я пока Ничего не могу сказать По столу Понятное дело Почему Но Подозрительно быстро вареники съел Что скажешь по поводу первого По поводу первого Не знаю Я его боюсь так же Как и тебя Вадь Вот вы Вы друг друга стоите Пипец Я бы посмотрела Как вы вдвоем играете Вот серьезно Спасибо большое Диана Спасибо У меня вопрос Немножко технический Если я сюда буду говорить Это очень жестко будет Потому что в дискорде Почему-то у меня не работает Ситуация вообще Очень проблемная Будем туда Я не знаю У меня перестал просто Изработать микрофон Я уже перезагружал Вообще все Ну тогда получается Будешь говорить нам Вырыбая А мы тебе в дискорде Ты заглушен Ты заглушен в дискорде Не, ну смотри Вот сейчас У тебя может быть такое Что тебе выбрано устройство Устройство Типа одно и то же В дискорде Но я типа нажимаю Проверку звука В дискорде И все нормально Вот я сейчас слышу себя Не переживай Мы слышим тебя Блять Там у тебя Дважды Я хз просто Все работало Типа я ничего Особо не менял И это жопа Ну сори Да, нам не доставить Недопись И ты будешь говорить Внутри конфи Идем дальше Марк Так, ну что Всем привет У меня есть детского садика Интересная и счастливая История Только я обосрался Ну вот без рофла И я поэтому Я не думаю Что это будет Ну Не, не, рассказывай Прикольно это Да не Нахуй надо Короче Могу шо сказать Речь Картмана Мне понравилось Прям вообще Заебок Охуенно сказал Раз-два Раз-два А хорошо Отлично Раз-два А, о, блядь Все, сходи Пошло дело Короче, я походу Зря в настройки лазил Ладно, все Сори Ариана, короче Для меня Пиздец пропизделась Короче Пизду ее нахуй Сразу же Ебать он жесткий хуй Нормально, да? Ну, это пока Что я могу сказать Про первое и второе Брос Записываю Нихуя не записываю Тогда Да, да Спасибо большое, Марк Спасибо Я люблю людей Семеномарк Всем добрый вечер Добрый вечер Добрый вечер Зрители Что могу сказать По первому номеру Вообще Всяом он поговорил нормально Мне даже Показалось Что это больше Красная речь Как поговорила Двойка Ну, она вкинула Меня Вот Но В целом Она на меня больше Наверное Серая Серая Не знаю В черную сторону Наверное нет Вот По третьему номеру Ничего не могу сказать Потому что я с ним не играл Буду следить Заочно я по удовольствия Поиграл с первым номером Но я не хочу этого делать Потому что Опять же Он на первом слоте Вот Заведомо Ни с кем больше Со стола играть Не буду В садик не ходил Был болезнен Ребенком Но всем похуй Вот Поэтому Некст Спасибо Спасибо большое Филия Я тоже не ходила В садик Или что Все в порядке Вадим Короче В принципе Мне более-менее понравилась Речь карт Но заложить своих Это в принципе Не так и сложно Даже можно на первом слоте Первую игру так разъебать Поиграю Сразу С заочным игроком Под номером 9 Мне понравился Эмоционал И поиграю С Хантиком Я не думаю Что он так будет Агрессировать Ну типа Либо если он будет Так дальше агрессировать То он довьёбуется И его скорее всего Хлопнут Не буду рисковать Играть с четвёркой Посмотрю Следующий круг Думаю Что одиннадцатый Скорее всего красный Но это так Типа Просто вкину А дальше там Уже посмотрю Послушаю И сейчас для меня Пока Больше чёрная Это Диана Единственная Кто обосралась В самом начале Так что Поиграю 9 Плотно И один под вопросом Спасибо Спасибо большое Вадя Арина Всем привет Я Ариан Я кстати Тоже никогда не ходила В садик Но только там Первые Какие-то эти Курсы Или как они там Называются Но как говорится Всем похуй Вот Понравилась речь Картмана Но Очень интересно Да То что он про всех Сказал Про себя Не сказал Вот Ну Всем мне понравилась Речь с Дианой Мне в принципе Тоже Она так Туда-сюда Там Что сказать Про кого В итоге Что ты там Проговорила Но Не считаю Чёрный ход Вот Хантик Сидит очень грустенький Хотя пытается Быть весёленьким Это хорошая Маскировка Я считаю Будучи мафией Поэтому не буду Его приписывать К красным игрокам Вот Фил просто Сказал по столу Никакой лишней информации Никаких лишних слов Я не знаю Как что с этим делать Как с этим играть Серый игрок для меня Ну и Вадя Спасибо большое Ничего такого Всё И всё Скип Спасибо Арина Витя Пожалуйста Всем детсадовцам здорово Я Витёк Первого Второго Я ещё прослушал Из-за проблем со звуком Прошу прощения Конечно Так Третий спокойно Сказал Четвёртый Спокойно Пятёрка Что-то Как-то Сомнительно Поговорил На мой взгляд Как-то Сразу Скинул Уже В двойку Буду Осторожно Вилон К тебе Относиться Аринян Вроде Хорошо Сказала Всем приятной Игры На всё Пошло 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 Да он просто Завидует Не обращай внимание Спасибо Витя Естественно Виду Аринян Спасибо Номер 7 Только что Сказал Что пятёрка Странно Вкинул В двойку Хотя я спешу Заметить Что в двойку Вкинул Номер 3 Изначально А после этого Немножко Подержала Номер 4 Без Такой Агрессивной Речи Да там Нахуй Никому Писал Но 4 Тоже Не понравилось И 5 Тоже Не понравилось Почему Номер 7 Из номеров 3 4 5 Сказал Что ему Не понравился Номер 5 Но понравилось Номер 6 Довольно Таки странно Учитывая Что номер 6 Сама Например Тоже Сомневалась В двойке Но она Сомневалась И в тройке В том числе Проводить Сказать Не успела Выразила Позицию По 1 И 4 1 Понравился Понравился Картман Буду с ним Играть Открытая Очень речь Эмоционал Очень понравился Картман Может сейчас Сильно Майндгеймить Но я думаю Что вряд ли Я думаю Что он красный Из первой четверки Тройка Очень агрессивную Позицию Сзади Мне тоже Не понравился Номер 2 По речи Но я с номером 3 Из-за такой Агрессии Играть не буду Может быть Разномастно Может быть И нет Пока Играю Аккуратно Больше всего Понравились Игроки 1 и 5 Поиграл бы 1 Аккуратнее 5 И еще Аккуратнее 4 Вот моя позиция Спасибо большое Юра Ванечка Хай Кто аж вылетел Тут Подожди На 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 Нет Маньяка И Нет Дона А Под Столом Юра Это ты? Это я А у нас Дона Это шутка Или Типа Реально Как я и сказал На столе Сейчас Действительно Нет Ни Маньяка Ни Дона Ты можешь Когда Мафия Простел Ты можешь Показать Им Допустим Да Ты можешь Показать Им Дона И Сделать Им Проверку Давайте Продолжим Обсудим Ребята В садик Я Я в школу Пошел Мне было 5 лет 10 месяцев Я не знаю Нахуя Мне так отдали рано Но я Единственное что садик Помню Как я жрал сережки С березой Сережки Жрал Потом Срал Все Кстати Уехаем Я с тобой Играть не буду Первый мне понравился Охуительно Сказал Но Но Четвертый Горит Когда он На мирном Когда я Сука На мирном В него топят Все Он пытается Краситься Но у него Жопа Горит Так что Я не знаю Я Меня Не смотри Потому что Я могу Агрессировать На мирном Вспомню Когда вы с камиком На мирном Меня мирном Вахуяли Это очень Ты Вкинул В то же время Я пытаюсь Наших Зады Потому что У тебя Такое Ну Кардман Здесь красный Сидит Мне понравился Как он сказал Я с ним Поиграю Десятку Мне нужно Проверить Для меня Нужно Десяточку Проверить У него Начинаются Вкидоны По 2-5 Разна Ну смотрите Двоечка Да У него Кто вкинул С другой стороны Не думаю Что между 1-2 Есть Мафия Мне кажется Что 1-2 Оба красные Пятый Поиграл Со мной По нулю Когда еще По эмоционалу Я с ним Тоже осторожно Поиграю Один С двоечкой Я не поиграю Поиграю Один Пять Восемь Ну и шестой Кстати Мне тоже Что-то мне понравилось Фил Осторожничает Фил Квикантик Серый Чирбанет Серый Фил Серый Ближе к красному То есть Он осторожен Что ни с кем не играет Я игру Красный Без роли Нужна проверка Десятки Спасибо Спасибо большое Ваня Я даже так Заслушалась Твоей речью Что Дала тебе Немножко Больше Времени Очень Многие Просит Фил Тебя Сделать Остальных Погромче Дискорде Они Они Троллят Меня Они Покадает Там Все Нормально Да Там Все Нормально Да Ну ладно У него Чем Мемный Такой Типа Да Эй Фил Итак Камик Твоя минута Так Окей Вот 1-9 Начинает Сбрасывать Меня По поводу Я не буду Рассказывать Детские истории Но Я услышал Оговорку От Дианы И она Вкинула Пятерку Она сказала Что Мне бы Было Интересно Посмотреть Как играет 5-1 Вместе На мафии Либо 2-5 Я рисую Разномаз Либо 2 мафии По той причине Либо они играют В команде Либо они играют В команде Потому что Это очень странный Вкидон Смотрите Я играю Я играю Я хочу Типа Карпман Для меня По эмоционалу Поговорил По красному Но По нулевке Я не играю 1-2 Никогда Вот Но Посмотрим На следующий круг Что он скажет Смотрите Я играю 6-4 Вот Они максимально Красные Для меня Вот 7-3 Не хочу играть Потому что Я не знаю Их эмоционала И поговорили Они по серому Восьмерочка Берет же Он не играет 1-2 Так как я По нулевке Он взял Единичку В команду Спасибо Большой Камик Спасибо Злой Люблю закрывать стол Окей Начну Ну И понимаю Что на этой минуте Нужно рассказывать Больше Потом Как закрывать стол На нулевке Очень сильно Не пронавилась Речь Единицы Двойки Тройки Потому что Как и говорил Пятая Единица Может быть Мафия Красная Других Рассказая Про них Что-то такое Типа Непонятки Какие-то И тем самым Немножко Путывает стол Также Тройка Двойка Не понравились Их речи А также Девятка Которые Сразу Кидывают Десятку Наперед Даже Не послушав На нулем Худе Что ее Надо проверять Типа Вообще Тоже Этого Я не понял Что такое Худе 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 Блядь Ну что Ты доебался Сука Блядь Можете Перебывать Пожалуйста Пока я Излагаю Свою Прекрасную Речь Все для меня Новые Игроки Первый раз С ними Играю Вообще Все Да Со мной Не играл Дайте Ты нахуй Знаете Типа Вот это Сюсю Если кто-то Не понравится Тарахну Сразу Блядь По поводу Садика Не ходил Садик Потому что Не умел Потирать Жопу И срал Где попала Нахуй И поэтому Мама Мне оттуда Забрала Мне это Не помешало Ходить Садик У меня Все Спасибо Большой Злой Так сказать Это Было Сильно А мне кажется Нормально Девятка Скал По проверку Минута Вам Общего Перед сно Прежде чем Отправить Десятый Я сказал Про В двоечку Лабенькая Речь Блин Вас тоже Бесят Вот эти Я не понимаю Типа Смыс Я не Ты его Гасишь Прифаер Потому что Ты Снимаешь У Камика Есть Он Рисует Разномаз И Когда На Мафии Говорит Ройка Он Рисует 2-5 Разномаз Смотри Он Придрался К словам Мейнгеймс По поводу Единичкой Один Два Никогда Блять Восьмерка Вообще Куда Кенни Сидит Начинает Рассказывать Что-то Нихуя Непонятно Я тут Я не очень понимаю Логики Я посмотрел Игроков Которые мне Понравились Это Один Пять Мне тоже Единицы Понравились Юра Почему ты Берешь Команду Почему ты Берешь Команду Один 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 Я даже Не беру Я даже Не беру В команде Единицу Не на пятом Есть Два Человека Один Идва Это Супер Ранние Слоты Один Играет Весь Стол А с Два Почти Никто Не играет Начнем Баскар Спасибо Большое За Общее Готовьтесь Ко сну Не забудьте Выключить Микрофоны На ночь Чтобы Не кашлять Не шуршать Не шутить Смешно Чтобы Не дать Лишние Инфы Ночную Инфу Напомню Мы не Используем Полная Тишина И просыпается Исключительно Мафия Мафия Просыпается Мафия Я Назначаю Доном Прямо Сейчас Одного Из Вас Итак Мафия Делает Свою Выбор Кого Убивать Мафия Мафия Засыпает Просыпается Дон Кто же Является Комиссаром Дон Засыпает Пробуждается Комиссар Комиссар Засыпает Пробуждается Доктор Доктор Засыпает Доброе Доброе Утро Ну что Добро пожаловать На второй день В садике Сказала бы я Что с тяжелым Сердцем Объявляю вам О сегодняшних Потерях Но нет Потому что Умер номер один Обсуждайте Ой Слава богу Не я Сука Что он сказал В смысле Что он сказал Он сказал Мне интересно Почему его Опять С ним поиграл Весь стол То есть Ну Не весь Не весь стол Двое С ним Играл Но при этом Сказали все Двое Нет Ты с ним Играл Смотри Ты Пятерка Играл С яицей Девяткой У меня все записано Смотри Да Понятно Троечка Поиграл С один Потом Восьмерочка Поиграл С один Потом Девят Также Поиграл С один Пять Восемь Шесть То есть Типа Я Поиграл С один То есть И шесть Поиграл С один Вы Знаете знаете у меня у меня всегда в голове такая штука короче если которые за мафию начинают свою речь типа знаешь так сверх эмоционально знаете как заводится машинка вот у меня я заметил эту штуку вареньян когда она такая ребята и сразу так подсела я всегда это ставлю галочку спасибо большое за общее а теперь по очереди диана начиная с тебя максимум 1 минута на высказывание и кого-то выставляете или не выставляете первый кто говорит обязательно кого-то выставляет диана пожалуйста мне мне кажется как карман минус 0 потому что это сказал в лет про вафии не захотели с ним играть честно я в душе пока что не ему чё сказать по столу потому что я запуталась кто с кем играет а арина я не знаю что в эти говорим вроде не эмоционально чего хотя может не замечать а вот злой эмоционально начал так а почему бы и нет ебать а я не знаю вот проверьте номер 11 вот кто 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 сможет вот пусть проверяет пока ничего сказать не бесполезная проверка просто продолжай я пока вот правда не знаю я выставить я один из того хочу выставить это просто из-за губ она обиделась переводится сидеть большой диана марк слова тебе блин я тупой долбоеб я нихуя не записала но я говорю по первым по первым словам мне не пора столько диана я играл только с картоном и в итоге блять вообще его нас разъемная я сейчас расстроился поэтому потом мне не потом мне не понравилась арина школе рассказка как и и не понравился 10 чем какой-то хмурый тип честно скажу ну короче я поиграл с восьмым юры но со мной не поиграют потому что я какой-то агрессивно в общем мне понравился это злой но как вы все говорите злой вообще долбоеб и с ним тоже не надо играть и по кто-то говорит ты долбоеб сказал вы все говорите господа пожалуйста злой я долго не отрицаю не перебивайте пожалуйста марка тем более что его время вышло марк ты кого-то диану диану можно не диану можно арина конечно спасибо марк фил два минута мне не нравятся люди которые не дают аналитики по столу например под эту категорию попадает второй номер вот но я не буду выставлять им просто не нравилось как она поговорила я соглашусь третий номером хотя опять же мне его речь тоже не понравилось но я с ним соглашусь что 11 поговорил как во мне по нулевке он поговорил нормально я бы даже с ним попробовал поиграть то есть несмотря на то что вы его там хуесосите но как мне кажется он в целом поговорил нормально также очень хочу послушать семерку потому что семерка рассказал да там он не слушал проблемы с микрофоном я очень не от него жду аналитику касательно всего стола мне не понравилось также пятерка пятерка в месяц будет черном он взял по нулевке команду единицу он взял девятку абсолютно типа и единицу лоб зачем брать единицу зачем брать девятку которая ну поэмоционалу ну как бы брать памоционал это какая-то ну какая-то не знаю как мне кажется какая-то хуйня также восьмерка при этом восьмерка берет пятерку это для меня тоже странно то есть С восьмеркой я не играю, с пятеркой я точно не играю. Я хочу поиграть с одиннадцатым номером. Пока что нравится, как говорит, девятка. Как Камик, он меня взял в команду по нулевке, так же, как и Оринян. Но с Камиком пока не хочу играть. Спасибо. Спасибо большое. Фил, ты кого-то будешь выставлять? Я выставлю пятерку. Пятерку, благодарю. Вадя, твоя минута. Это была очень странная речь, потому что сыграть эмоционально — это неплохо. Когда ты играешь по просыпанию. Смотри, зачастую игроки, когда получают черную карту в самом начале игры, и у них иногда теряется все настроение, они начинают нервничать, переживать. Смотря на Ваню, я видел, что он довольно расслаблен, он веселый, и почему бы не поиграть с ним? В принципе, если он будет голосовать со мной, и они будут переобуваться, то тогда, если он даже будет черным, понимаешь, я как мирный это знаю, если он будет даже черным, то он будет голосовать против своих. Поэтому это неплохо. Я думаю, ты об этом задумаешься. В принципе, да, одиннадцатый сказал неплохо, он, короче, больше за черного, он больше пытается доебаться до кого-то, чтобы получить пизды, в принципе, как и в жизни. Поиграю с восьмым. Очень большие вопросы у меня к игроку под номером 7, я не понял этот вкидона, который он вкидал меня, что мне единственному не понравился игрок под номером 2, хотя про игрока под номером 2 сказали еще и 3-6. Ну, то есть, типа, это было очень странно. И четверочка, по-моему, тоже сказала, что про игрока под номером 2. Да, ну, типа, поэтому это было очень странно выделить именно меня. Пока мне не нравится, как играет игрок под номером 6, 7 и 10. Думаю, что Дианочка скорее может быть красный, даже так тупо отыгрывая. Спасибо. Вадя, ты кого-то выставишь? Да, я выставлю игрока под номером 7. 7 выставлен, да? Значит, 6. 6 выставлен, значит, 10. Не, 7 вроде я не выставляю. 7 не выставляю. 7 не выставляю. 7 выставляешь, и он выставлен. Все, хорошо. 7 даже значит 7, да. Ты выставляешь, спасибо большое. Арина, твоя минута. Бля, сейчас будет топ-аналитика, короче. Почему-то Вадим очень сильно подсасывается к девятке. Это очень для меня подозрительно. Но при этом он очень спокойно говорит. У него спокойные эмоции, спокойная речь, чистая. Мне это очень нравится у него. Но есть тут некая, так сказать, загвоздочка. Вот. Нравится речь и спокойствие Фил. Вообще, я люблю речь понятную. Я просто не очень умная. Мне нравится, когда люди говорят понятно. Вот, например, восьмерка для меня сказала очень быстро. И чуть-чуть непонятно. Но мне она понравилась. То есть, он, как бы, говорю, очень уверенно. Очень вот так вот он все это знает, он все это понимает. Поэтому мне нравится восьмерка. Мне нравится четверка. Мне нравится девятка. Мне не нравится десятка. Вообще, ни по эмоциям, ни по речи. Я ничего не понимаю. Все эти вот эти пальцы. Вот эти вот. Это вообще для меня что-то очень страшное и непонятное. Я лучше не буду с такими игроками играть. Нравится злой. он старается, он говорит анонично. Спасибо большое, Арина. Ты кого-то выставляешь? 11-6-5-7 выставлено. Я выставляю десятку. Десятку. Благодарю. Витя, твоя минута. Так, да, ну, претензии позвучали то, что я... Е, да, бой. Я реально начала игры просто не слышал, поэтому там, возможно, по первому столу не совсем адекватную информацию дал, но все равно, Эвилон, мне не нравится, что ты как-то все-таки прямо сразу хочешь кого-то вкинуть. То есть ты вкинул в двойку, потом за следующий ход ты сразу вкинул в шестерку, сразу же. Насчет белых игроков, точнее красных, я бы поиграл бы с девяткой с одиннадцатым. Одиннадцатый тоже в него начали вкидывать, что типа он очень эмоциональный, но мне почему-то кажется, если бы одиннадцатый был бы черной картой, типа, ну он как-то поменьше бы агрессировал, что ли, то есть по эмоционалу... Ну, я считаю, что по эмоционалу девятка одиннадцать мне нравится. Девять-одиннадцать. Пять мне не нравится. Пять выставлено, я бы пятерку выставил бы, но соответственно, никого не выставляю. Но пока поиграл бы с девять-одиннадцать. Выставь меня, пожалуйста. Ну, можно тогда, надо. Ну, диатку стали. Хорошо, спасибо большое, Витя. Юра, твое время. Спасибо. Ну, очень интересная у нас ситуация получается. С 2 никто не поиграл по нулевке. Для меня она окрасняется в этом ходу. Она говорит о том, что она просит проверить 11-го. Тройка говорит, что для него черный 2, 6, 10. И сказал, что поиграл бы с 11,8, но говорит, что я с ним не поиграю, потому что я считаю его агрессивным. По нулевке, друг, ты двойку, типа, затопил очень сильно. Четверка сказал, что играет 5-11. Про меня ничего не сказал, Фил. Почему ты не сказал? Ты был достаточно красным для нулевки. Сейчас ты себный, черный не становишься, но играть с тобой больше не буду по первому раунду. Ты просто промолчал. Пятерка ультракрасный, ультракрасный. Просто вот эсфак красный. Говорит, что 6, 7, 10 для него подозрительные. Сказал, что, может быть, поиграет с 9, но если он будет голосовать вместе с ним, по поводу 11-го есть вопросы, по поводу 10-го тоже. Шестерка сказал, что 5-9 играют в команде. Десятка, короче, очень много инфы. Седьмерка играет 9-11. По поводу десятки. Десятка сказал, что ведущая сказала про 1-5, что они играют вместе, поэтому почему-то он разрисовал 2-5 разномаст. Когда ни 2, ни 5 не считают друг друга разномастом. 2 своей речи говорит проверить 11-го, возможно. 5 своей речи говорит, что двойка более-менее красная. Я не понимаю, я выставляю игрока номер 10, и шею вкидывает меня. Говорит, 8-10 разномаст. Спасибо большое, Юра. Юра, 11-6, 5, 7, 10, 9 в номинации. Кого-то добавишь? Я? Ты? Я игрока 10 выставляю. Он уже выставлен. Кого-то еще? Пока никого не добавляю. Если хочешь, проси, проси девятку. После месяца играете 5-й. Спасибо большое. Ванечка? Благодарю. Но я пока рисую команды, где как минимум 2 мафии, 3-5-8. 2 мафии как минимум сидит. Мне нужна проверка пятого, потому что он поиграл по нулевке 1-9. Один красный. Я красный, я свой цвет знаю. Пятый нужна проверка. Если он черный, восьмой черный. Восьмой я вообще предлагаю вывести. Для меня одиннадцатый красный. Объясню почему. Он меня вкинул по нулевке, попытаюсь задефать человека. Он на красном. Зачем ему на черном делать? Или задефать свою мафию, допустим, десятого, к примеру. Я не думаю, что здесь одиннадцатая команда. Третий пытался его купить голос. Говорит, я с тобой готов поиграть. Одиннадцатый говорит, мне нахуй твой голос не нужен. На черном он так не сделал. Он на черном своего игрока захотел бы взять, то есть к себе в команду. Или на черном захотел бы красного взять к себе в команду. Понимаешь? Купить голос. Поэтому одиннадцатый для меня красный. Пока что. То есть, ну, как бы, это без оговора. Для меня пять-шесть разномаз. Для меня восемь-десять разномаз. Для меня два-три разномаз. Четвертый сидит красный. Четван это пока что ближе к красному. Еще раз говорю, команда, где три-пять-восемь, как минимум два мафа сидит. Нужна проверка. Я выставляю игрока номер восемь на голосование. Я еще поговорю. То есть, если, как бы, вы будете видеть, я буду голосовать в восьмерку сейчас, если вы будете видеть. Спасибо большое, Ванечка. Если вам проверил восьмерку красный, скажите это лучше. Спасибо. Восьмерку поднимаешь, да? Да. Благодарю. Камик. Так, окей, Ваня, с тобой железно играю и играю с филом. Дианочка окраснилась для меня. Смотрите, короче, я вкидывал в 2,5 по нулевке, потому что я на следующий ход изи мог бы окрасниться, потому что я доктор. Я вскрываюсь доктором, меня вкидывают 6,8. 6,8 хотят меня выводить. Это, скорее всего, две мафии. Просто на подсосе. Вот. Никто про меня не говорит. Никто про меня не говорит. Только 2 человека. 6,8. Причем 108 более чернее, потому что по нулевке он играет не пятерка, почему с единичкой играет, потому что у него по позиции, потому что он рисовал каких-то других. А восьмерка почему? У него куча других игроков. Он играет с единичкой. Это очень странно. Восьмерка самая черная сидит. Выводим восьмерку. Вот. Играю с пятеркой, играю с двойкой, играю с четверкой. 7,3 у меня сидят серые. Надо будет разбираться. По 11-му я не знаю. Ну, типа, я эмоционал, я пока не могу его брать. Но если вы берете... Спасибо большое, Камик. Ты кого-то поднимешь? Уже шестерка стоит. Оставляешь как есть? Так я же просил тебя на проверку, а зачем ты меня хилить? Камик. Потому что ты для меня краснился. Я думаю, что это... Камик, скажи, пожалуйста, ты кого-то добавишь к номинату? Нет, если 6-8 стоит, нет, все. Подожди, а почему ты единицу не хилил? Единица для чего стала красная? Да, согласен. Что с дела? Злой, 2 минута. Блядь, такой пиздец. Я в ахуе сижу, охуеваю. Дело в том, что пятерка играет с девяткой, а девятка не играет с десяткой, а десятка теперь играет с девяткой. И девятка, ну, я прослушал, или не очень сильно хочет играть с пятерку, и только это полный пиздец. Тем более на первом ходу скрываться доктором, хотя ты даже не засейдил, ты просто вскрылся в априори. И ты говоришь, что ты хилил Ваню. Но Ваня тебя очерняет. Тупо даже без твоих слов. Это как-то безумно глупо. Меня вкидывать вообще говорить нихуя не буду. Ты глупая малышка. Ебать, зря ты вообще на меня катишь бочку. И мне очень стрёмно то, что все, блядь, типа, хотят все со мной играть. Меня как-то окрасняют. Потому что это ставит меня под очко. Под очко того плана, что меня могут трахнуть прямо сейчас, нахуй, просто в задницу. Это немножечко очково. Что ещё хочу сказать, Вадим? Ты всегда долучишь арену во всех играх. Если мы уже начали говорить о всех играх. Вы говорите о своих компаниях, я могу сказать о своей. И последний раз, когда ты душил, блядь, и когда ты был на мафии, и за несправедливостью, ты очень сильно сгорел. Я надеюсь, в этот раз ты точно не сгоришь, брат. Нет, никакой душки, я просто сказал. Не, ну смотри, братан, ну типа, понимаешь. Каждая игра, ты пытаешься на них... Душки, душки никакой нет. Душки никакой нет. Спасибо большое, злой. Кто-то выставишь? 11, 6, 5, 7, 10, 9, 8. Кабик, что за хил был, блядь? 11, 6, 5, 7, 10, 9, 8. Блядь, если честно, полный пиздец такой, блядь. Я... Что-то, я не буду никого выставлять, потому что все выставили, никого я бы хотел. И типа, я буду слушать речи защищающуюся. Хорошо, спасибо большое. Злой, тебя выставляли первым, ты будешь оправдываться последним. Я могу прямо сейчас оправдаться, нахуй, закопать, блядь, скажу, что-то, хуй, быстро, блядь. Вот так чисто на зубок перемолоть, перемолоть. Но я последний скажу, чтобы я послушал то, что она пиздец, чтобы выкупить резюку. Спасибо большое, Злой. Соответственно, начиная с номера 6, оправдательная речь по 30 секунд. Ариночка. Ну, меня выставил камик по причине того, что я выставила его, единственное. Ну, я объяснила, что мне не понравилась твоя речь, как и вторая твоя речь, и третья твоя речь. Я не знаю, как бы, верить, наверное, тебе, потому что у нас, я не знаю, нет больше вскрытий. И разве что мог Картман быть тоже хилом. Вот, поэтому... Или не мог быть? Тоже. Он расстроен. Мог, мог, мог. Вот, ну, короче, не знаю, ну, выставил меня, потому что я сказала про него. Я красная карта. Спасибо большое, Арино. Номер пять, Вадя, твоя речь. Короче, ситуация такая. Картман поговорил довольно хорошо, и, скорее всего, он бы хилил себя. Я не думаю, что он бы хилил кого-то другого, но если камик сейчас зарандомил так на доктора, то это полная пизда. Тогда, ну, типа, я как рисовал 6-7-10, мне не нравились, так часто не нравится. Ну, потому что Арино так не сильно верит десятке. Знаете, такое чувство, как будто она с ним вместе мафия, она так немного опасается. Ну, типа, блин, не могу жестко с ним играть, потому что если он обосрется, то выкинут нахуй всех, вот, типа, в этом плане. Скорее всего, 11-й сейчас дохнет, потому что с ним поиграл весь стол, это довольно печально. Спасибо большое, Вадя. Номер семь, Витя, твои 30 секунд. Так, блин, я не знаю даже, что сказать. Ну, я, в принципе, свое мнение не поменял, не знаю, мне не нравится, как Эвелон говорит, потому что я посмотрел, опять-таки, предыдущие игры, вот, злойное по этому поводу тоже хорошо сказал, реально, то, что, ну, подозрительно на себя ведет, поэтому я буду голосовать, как изначально и хотел, против пятерки. Так же продолжаю играть, девятка, 11. Ну, все, спасибо. Спасибо большое, Витя. Номер 10, Камик. Окей, ну, я предлагаю восьмерку выкинуть сейчас. Доктор сидит. Доктор сидит, вам килы нужны. Я не знаю, что еще сказать. У меня восьмерка самая черная сидит. Все, дальше смотреть, разбираться. И шестерка, я говорил, поплыла, потому что это был явный подсос даже на этом. Общусь с пятеркой туда играешь. Подсос тебя выставило. Я уже объяснял, почему я пятерка. Потому что пятерка поиграла с единичкой по позиции, а 8, бля, поиграл этот. И 5-8 разномаз, где пятерка красная. Спасибо большое, Камик. Надо между ними проверять, 5-8. Номер 9, Ванечка. Ванечка! Да я слышу, нахуй. Для меня пиздец. Что за хил, бля? Что за хил был в меня? Я тебя показывал вообще проверить. Я для тебя должен быть вообще контркоманда, бля. Понимаешь, в чем дело? Картман показывал тебя, я показывал тебя. Почему ты меня хилил? Почему не Картман? Картмана поиграли по позиции. По мне не должны были сидеть вообще, в принципе. Понимаешь, в чем дело? Он уходил на руине, ну, типа он расстроенный был. Возможно, у него был доктор. Понимаешь, в чем дело? Для меня 8-10 разномарцы, надо в баланс его водить. В любом случае, если с 8-го уходит, 10-го уходит. Понимаешь, в чем дело? То есть, 5-й для меня сидел. Я еще раз говорю, 3-5-8, для меня два черных сидела. Если сейчас получается 5-10 команда, то есть 10-й играет с 5. Спасибо большое, Ванечка. Так, а пятый раз играет с 10-м? Я не играю с 10-м, я... В этом в десятке. Нормальный доктор есть? Кто-то внимания. Вань, а можно одну секунду? Смотри, Вань, еще есть такая тема, что... Ребят. Почему он может с фейковым доктором? Потому что ты его спросил, кого он хилил, и он тебя назвал. Понял? В основном, он не задумал этот хилл. Я забыл. Я не думаю, что картман был, типа, доктором. И ты поиграл 1-5-8-6. Господа, это замечательно, но сейчас у нас речь Юры. Номер 8. Пожалуйста, Юра. Я комиссар и проверил 5. Он красный. Я сказал на нулевке, что я с ним поиграю аккуратно. А на единичке я сказал, что я с ним играю железно. Это был намек на то, что он точно красный. Слушайте, слово внимательное. 10 камек. Варианта 2. Либо ты опять нарисовал вот эти вот свои, блядь, хуйню. Вот это самое начало, как ты делаешь обычно на крат... И ты, соответственно, ошибся. Либо ты просто черный, который фейкует доктора. Доктор, есть еще? Или один был доктор? Вообще один себя не хилил тогда. Он расстроен, он ушел, потому что он похилил кого-то, а убили его? Спасибо большое, Юра. Я помилил 5, потому что игрок сильный. Я играю в четвертый первый раз. Дальше десятку уходим. Спасибо большое, Юра. Больше кого-то нет? И номер 11. Злой. Закрываешь. Блядь, если верить словам 5, то у меня такая безысходность ибана. Если десятка действительно доктора меня, типа, сейчас ебнутого, типа, меня и не полечить, по сути. И, ну, тут, типа, между нами обоим. Если его кикнуть, то меня ебнут. А если его не кикнуть? Но, как говорил один прекрасный, мудрый человек-инсайдер, если кто-то вскрывается, надо поддерживать. Но я больше верю в вскрытие восьмому, чем, блядь, вскрытие десятки, потому что первый мог быть так же, как и доктором, так и комиссаром. Хуй пойми, хуй пойми, что тут творится, блядь. Если честно, блядь, очень опасно. Спасибо, большой, злой. Ну что же, господа, 6, 5, 7, 10, 9, 8, 11. Дина, дай нам вообще, у нас какая-то залупа очень полная. Нет, не дам, не дам. Почему, 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 почему. Мы играем, мы играем, мы играем первый раз с таким составом, мы ничего не понимаем. Дай нам минуты, ну, типа, одну-две минуты. Тяжело-то, если честно, с углую. Непонятно, кто как играет. Поднимите руки, кто... Да, все. Кто нуждается в минуте общего перед голосованием? Ну, поехали, минута, ровно минута. Ну, кстати, это странно, что комиссар такой, типа, минута. Ну, я не против, типа. Нет, он не хотел вскрываться, он не хотел вскрываться, он хотел халдить до последнего. Типа не против него, и он решёт крыться, блядь. Да, но вопрос, почему он хилит девятку, а не единицу, в этом вопрос. Стол, стол, смотрите, давайте раскинем сейчас, кто верит больше в то, что в скрытие камека? Кто-то из них пиздит, вы же понимаете это, да? Я не хуй, ну, я верю в скрытие камек. Я верю, что десятка может быть красным. В этом и в кид был. Я с каменом от трёхой, ухил с мысля, типа, для меня, для меня единица уходила кем-то. Поэтому я откидал. Для меня единица уходила кем-то. Посмотрел, кто у меня в топе. Смотрите, есть такое предположение, как вам? Смотрите, я думаю, что один, если он был бы доктором, то он бы хилил, скорее всего, себя, потому что у него была самая красная речь, если немного кто-то поиграли. То есть он не доктор. А также он может быть, чисто в теории, он может быть комиссаром, это как-то распространение серии. Юра чекнул, да-да-да. Юра чекнул картнула, поскольку картман ушел на негативе. И вскрылся комиссаром. У единицы была самая красная речь. Спасибо большое. Он написал на всех чеках. Она на всех столах была красная. Приготовьтесь голосовать. Приготовьтесь голосовать. Меня не слышно, видимо, стол. Меня не слышно вам, да? Поэтому вы продолжаете общение. Спасибо. Итого, 6, 5, 7, 10, 9, 8, 11. В таком порядке голосуем. Начиная с номера 6. Поднимите руки. Кто против номера 6? Арины. Ни одной руки. Номер 5. Вадя Вилон. Поднимите руки. Кто против номера 5? А мы сможем одинаково заголосовать? Ни одной руки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 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 восемь, девять. Вас 10 человек за столом. Вы можете да-то разделить руки одинаково. Давайте между 8 и 10. Поднимите руки. Кто против номера 7? Витя Читбанда. Не голосуйте, не голосуйте. Давайте только 8-10. Ни одной руки. Кто против десятки? Камика. Давайте подумаем. Четыре руки только? Все, четыре руки есть. Идеально. Ну, я тоже, я тоже, я тоже в десятку. А, значит, десятка настоящий доктор. Пять рук. Пять рук против десятки. Семь-восемь. Семь-восемь играют вместе. Поднимите руки. Кто против девятки? Девятки Вани Манурино. Вадя, ты просто как-то так пытаешься с тобой инакулировать. Кто против номера 8? А ты долбоёб, у меня такие красные мувы, блядь. Я хочу засейвить настоящего человека. А это последний? Все. Нет, нет, не последний. Раз, два, три. Кто еще? Это рука, Марк? Еще злой остается. А, ну-ка. А, ну-ка. Еще раз против Юра Флэша. Держите, пожалуйста, ваши руки, я вас умоляю. Диана, это рука или это рука в Арту? Раз, два, три, четыре, пять. Пять рук. Пять рук против Юры Флэша. И кто против номера 11? Артура Злова. Соответственно, никого. У нас больше нет рук. Дополнительное оправдательное время. По 30 секунд по минуте десятки и восьмому десяткам. Камик, пожалуйста. Я еще расскажу, как я говорил на оправдательное, почему я вкинул и почему я назвал два-пять красными. Вот я рисую два-пять. Четверка я играю точно. Сказал, потому что он, ну вот сейчас сказал, да, потому что он единичку тоже, ну, то есть предложил первый, что единичка мог комиссаром, типа, уйти и расстроиться. Но он точно не док. А десятка у вас точно док, доком никто не вскрывается. Комиссаром вскрылся восьмерка. Он может быть фейк комиссаром, как рассмотреть. И Карпман, если бы был доктором, он бы хилил себя, скорее всего. Да почему? Блин, странно. Вскрылся, блин. Я бы себя вообще ни разу не сжигал и выиграл иглу. Это сейчас дополнительная минута у Камика. Камик вскрылся сразу. Сидят черные, потому что, да, 6-8, я знал, я видел, кто втопил, 6-8, у меня сидят черные, потому что они втопили. Я на своей речи легко мог оправдаться и это и вскрылся. Пятерка красная сидит, пятерка красная сидит. Пятерка красная. Пятерка сидит в красная. Юра, возможно, фейканул, проверил пятерку, типа, чтобы расположить давление. Спасибо большое, Камик. Теперь минута для Юры. Красные, слушайте внимательно. Во-первых, игрок номер 10 меняет свою позицию. Теперь говорят, что для него 2-5 красные. Хотя на своей речи он сказал, что 2-5 минимум, 1 черный, рисуя минимум разномаст. Он говорил об этом. Сказав, что Дина намекнула на то, что 1-5 играет, хотелось бы, чтобы поиграли вместе. Потом сказал, среди 2-5 разномаст, почему? Потом сказал, что я с ним разномасте, почему? Теперь он говорит 2-5 красные. Которые мнения не может менять. Алло, а что дальше? Продолжайте. Если десятка, доктор, почему он не похилил самого красного игрока за столом единицу? Почему? Ты похилил себя, ты похилил 9. Откуда вообще взялся хил 9? Я проверил игрока номер 5, потому что мы играем первый раз. Он достаточно сильный игрок. Я его чекнул, что предосудительно в чеке номер 5. Кто считает, что чек номер 5 хуёвый? Что мне было делать? Десять рисует отвратительное разномасте изначально. Теперь шесть чёрное, семь теперь чёрный. Я считаю, что 10 это фейк-доктор. Я надеюсь, что кто-то не скрывает. Спасибо большое, Юра. Ты играешь по нулёвке с пятёркой, его же чекаешь. Это хуйня. И так, господа, пожалуйста. Десять может фейковать, кого он хилил. Восьмёрка может фейковать. У нас по ровну в 10 и 8 сейчас переголосование. Голосование Юра и Камик автоматически голосуют друг в друга. Не поднимайте руки. На голосование если сейчас остаётся поровну, то вы уходите в ночь без жертв. Всё ли понятно? Надеюсь, что да. Поехали. Поднимите руки. Поднимите руки. Кто... Что, Арина? Какой у тебя вопрос? Я в десятку. Технически или нет? Понятно. Поднимите руки. Кто против номера 10 Камика? Ну, я тоже. Поднимите и держите. Раз, два, три, четыре, пять. Так, раз, два, четыре, пять. Пять рук в Камика. Плюс рука Юры. Соответственно, остальные в Юру. Большинство против Камика. Камик, твоё последнее слово. Вадим, молодец, что ты догадался. Да, я действительно хилю себя. Ты лечил себя, ты лечил себя и сказал девять, потому что ты не заготовил речь. Короче, я, блядь, этот, я действительно хилю себя, назвал девятку, короче. Восьмёрка, блядь, это скорее всего чёрный. Карпман. Да, сто процентов чёрный, семь с ним чёрный. Чёрка у вас чёрная сидит. Седьм, восемь. Три, семь у меня, не знаю, сидят серыми, вы разбирайтесь с ними, я первый раз с ними играю. Одиннадцатого все красным ставят, да? То есть, если его не убивают, не убивают, у вас тоже чёрный выходит. Получается так, брат? Да, получается так. 2-5, восьмёрка, восьмёрка просто покупал твою руку, Вадим, ну ты понял. Ну, что ещё сказать? Вы играйте просто от двух версий. Играйте от версии, что единичка тоже ком, потому что, да-да-да. Да нет, восьм, это всё. Всё, спасибо, Пас. Спасибо большое, Камик. С этими словами, он нас покидает, а вы засыпайте. Всем пока тоже. Не забудьте выключить микрофоны на ночь. Я так понимаю, многим чатам непонятно, почему уходит Камик, ведь 5 на 5 же... Нет, ребята, когда идёт переголосование между двумя, они сами не поднимают руки. Соответственно, рука Юры плюсуется автоматом. 6 на 4. Надеюсь, теперь всё понятно. Спокойной ночи. И в полной тишине просыпается мафия. Мафия засыпает. Пробуждается Дон. Дон засыпает. Просыпается комиссар. Комиссар засыпает. Пробуждается доктор. И доктор засыпает. Утро. Доброе утро. Доброе утро. Говорю я всем, кроме Вады. Девушка 35-летка, бирспорт-колонка, к сожалению, не проснулась. Дайте я пообщаюсь. Юр. Это хоро... Да. Это хорошая... Проверка. Проверка 9 красный. А... Можно я попробую тюрьму? Маму 9 очевидно был красным, нет? Нет. Нет, нет, нет. Очевидно он был красный. А нас общая? Сейчас общее обсуждение, да. Именно так. Как удобно проверить кого, кто спросил, и в итоге... Не, знаешь, что меня больше всего удивляет? Если я остался злой... Чего злой? Послушайте. Четыре? Чего злой? Можно я могу сказать или нет? Шесть восемь, семь, одиннадцать. Да достаточно было твоей улыбки, когда тебе говорили, что ты красный, и оправдывали то, что ты красный, а ты улыбался такой, и ты понимал, что тебя только что окраснили, и ты живой сидишь. Я говорю о том, что было глупо Камика... Ну, вообще, мне что-то говорит, что меня ебнут, если на столе есть комиссар, как бы, почему его не ебнули. Дина, у нас личные минуты будут, Дина? Я в ходу, блядь, поэтому у нас восьмерки скрылся. Личные минуты. Да, конечно же будут, конечно же. Тил, семь, десять, одиннадцать получается? Вообще, два-десять мафия по-любому. Осталось пять тысяч. Я просто объясню, смотрите. Я тебя красным считала, но ты сейчас такой вброс сделал. Это не вброс, это стопроцентная инфа. Ну, девяносто, диняно, хорошо. Ну, по моей теории. Сейчас выводим восьмерку, сейчас выводим восьмерку, мирный город. Я скажу, я жду минуты, я жду минуты. Я жду минуты, я жду минуты. Я буду убить пять, чтобы меня вывести на мирном ходу и убить двух красных за один раунд. Вай, ты покупаешь, блядь, ты пытаешься купить мой голос. Для меня Камик уходил по-красному. Если ты это не понял, скорее всего, ты играешь... Да, Камик уходил по-красному. Камик уходил по-красному. Он вскрылся... Он вскрылся... В той игре, в которой мы вместе играли, блин. Он вскрылся... Он, подожди, он вскрылся доктором. Он никогда доктором вообще не вскрывается. Опять же, и скажу из того, что было. Вы активизировались в плане того, что... С 11-м с иглы, с 11-м с иглы, да, да, да. Спасибо большое за общее обсуждение. Спасибо большое. Ты что-то понимаешь, я с иглы становишься активнее. Так, теперь, начиная с номера 3, у нас личные минуты. Марк, пожалуйста. Я нихуя не понимаю. Я тоже. Вообще, ну, просто нихуя не понимаю. Восьмой так эмоционально давит, что... Я хотел ему верить, но когда он проверял девятку... Ну, лично для меня, лично для меня девятка был красным. И, типа, поэтому... Ну, прям очевидно красным. Я, хотя я играю первый раз, просто сказать, так что... Я могу быть супердолбоебым. Поэтому для меня проверка восьмого, типа, такая себе. И... Не знаю. Я не знаю, что сказать. Диана у меня тоже после... Еще на том кругу окраснилась. Но... Тоже, типа, как ты... Я об этом даже не сказал, типа, так что перебиваться тоже бессмысленно. Просто, блядь, выебали. Ну, я не знаю, седьмой, восьмой пока сейчас не нравится. Я не знаю. Не знаю. Я должен, да, выставлять кого-то? Обязательно. Да, пожалуйста, выставлю кого-то. Спасибо большое, Марк. Фил, твоя минута. Так, ну, несмотря на то, что третий номер ничего не понимает, как он говорит, я попробую поиграть с ним, поскольку, в принципе, в целом мысли сходятся. Так же, как и на счет одиннадцатого, что он его окраснял, восьмерку, соответственно, он очерняет. С тройкой я поиграю, с одиннадцатым по-прежнему я играю. Пятерка, я не думаю, возможно, это самострел, но нам надо играть мирным по двум версиям. Что, соответственно, я играю от того, что Камик уходил красным. Возможно, он себя хилил, и его пушила шестерка и восьмерка. Единственный способ остаться в игре, это вскрыться доктором. Почему девятка как-то... Я согласен, что хил, но он как-то странно фейканул, я согласен с девяткой. Но сейчас должна уходить восьмерка в любом случае. То есть, иначе получится у нас полная хуйня, мы играем по двум версиям. Вот. Касательно, мне не понравилось то, что семерка докинула голос в десятку уже в самом конце. Тем самым сломала немного всю хуйню. Вот. Но я допускаю того, что он мог просто запутаться. Пока что моя команда 3.11. Двойка мне не нравится то, что, опять же, она активизировалась. Я согласен с одним с тем, наверное. Спасибо большое, Фил. Восьмерка выставлена. Я хочу послушать Ваню, выставляющую девятку. Спасибо. Арина? Так, я пытаюсь понять, почему Юра не умер. Потому что, ну, если так подумать, ему выгодно, ну, мафию выгодно убить восьмерку. Я пытаюсь понять. Вот они убили пятерку. Таким образом, но если бы при этом Юра был мафией, ему бы невыгодно было убивать пятерку. Потому что пятерка топил против него железно. Поэтому, возможно, они так решили, может быть, я не знаю, подставить. Ну, короче, ничего не понимаю. Вообще, ну, пизди, сука. А? Он в конце поверил в десятки. Кто? Пятый и в лун. А семерка выставлена сейчас. А в номинации 8-9. Арина, пожалуйста, продолжай свою речь. Короче, я реально очень сильно запуталась. Диана, да, активизировалась. Я тоже это заметила. Но, может быть, она просто очень уверена в своих словах, в своем ходу. Это вполне может быть. И у меня тоже такое было. Вот. Я думаю, что в баланс, как любят вот это говорить, действительно можно убрать восьмерку. Потому что, знаете, он и не был оговорен. Спасибо большое. Арина, ты кого-то выставишь 8-9 в номинации? Я бы послушала Диану еще, да. Спасибо большое. Витя, слово тебе. Ой, наконец-то. Меня прям разрывает первый раз, наверное, в жизни. Если обосрусь, для чатика сразу ссори, моя теория. Десятка — это точно мафия. Потому что, ну, я не верю... Ну, то есть, восьмерка, вы говорите, что это опытный очень игрок. Но я не верю, что он настолько опытный, что он тут настолько в комиссара прям попал. Вот. Меня единственное, что удивило, почему Ивелон тогда голосовал против восьмерки. Типа, раз как бы восьмерка краснила. Короче, в чем суть? Когда было голосование, сразу же, как только выставили десятку и восьмерку, сразу Диана такая первой. Ой, нет, камик нормальный, камик нормальный. Прям сразу же. То есть, для меня 2-10, прям 100% мафия. После фразы четвертого тоже такое ощущение, что мафия. Ну, либо 4, либо 6. Либо 4, либо 6. Короче, 2-10 точно мафии, 2-10 точно. Кто там еще мафии, я не знаю. Играю я точно с девяткой, 11 и восьмеркой. У меня все. 8-9-2 в номинации, ты кого-то добавишь? Так, 2 в номинации, давайте еще 4 послушаем еще раз. Спасибо большое. Юра. Мне очень понравилась речь семерки только что, но вообще справедливо звучит, что надо уводить в баланс. Послушайте, ребята, внимательно. Зачем мафии убивать ночью меня, если мы с камиком в разноцвете? И я, как красный игрок, сомневался в этом до его речи, когда он вскрылся доктором. Потому что он навязал разноцвет, а не я. Мне очень понравилось, что говорит номер 7. Семерка. 4 красный. Моя команда до сих пор 4-7-9. Даже если вы меня выводите. Я завещаю, что это красные игроки и считаю вас таковыми. Двойка поддерживала Камика всю дорогу. Да. Несмотря на то, что он рисовал разноцвет 2-5. А я говорил, что 5 красный. Вы верите, что 5 ушел красный? Или он самострельнулся? 5 красный ушел. По двум версиям красный. Да, да, да. Камик рисовал 2-5 разномаст. Я говорил, почему ты это рисуешь? Может быть, он таким образом пытался, очернив Диану, сказать, что она как бы черная. И мы подумали, что она красная. Я буду голосовать номер 2. Спасибо большое. Ты кого-то номинируешь в 8-9-8-4. Меня выставляй. Ты уже выставлял. Я выставлял. Тогда никого. Как есть. Спасибо. Ваня, слово тебе. Очень в плане, конечно, выстрела головам очень важно, чтобы Руинер вывели. Потому что на нем какая-то из активных ролей не упала. То есть 100% 10-8 это разномаст. Как, в принципе, я и говорил. 10-8 разномаст. Если 10-й ушел красный, то 8-го надо в любом случае вводить. Потому что может быть 3-3. Сейчас 3-3. То есть у нас 3 мафии, возможно, застали. То есть для меня более вероятно команда 7-8-11 для меня сейчас после этого. Или 10-й черный. 8-й реально комиссар. Просто понимаешь, в чем дело? Никто не вскрылся ни лжекомом, ни лжедоктором. Еще. То есть по-любому. Карпан уходил к кем-то. И кто-то, то есть как... Кто-то у нас настоящий сидит. Или 8-10. Кто-то из них настоящая роль. Понимаешь, в чем дело? Просто от Камика хил. Какой нахуй хил девятки, Фил? Какой хил девятки? Почему меня хилили? Зачем? Это вообще пиздец просто. Как часто бывает такую хуйню рисуют? Вкидывает двух красных, типа там разномастые. Вкидывает... Он рисовал 8-9 разномаст. То есть понимаешь, в чем дело? Потом говорил, что я 5-10, 5-9 красные. Понимаешь, что... Но нам в любом случае 8-го вводить. То есть нам вариантов нет. Нам 8-го надо вводить. Седьмой для меня подозрительно. Он по мне с самого начала играет 7-1. Спасибо большое, Ванечка. 8-9-2-4. Так вот добавишь. Семерочку поговорит еще. Поговори, пожалуйста. Семерочку. Без проблем. Спасибо. Я ничего нового не скажу. Подмечу несколько фактов по этому столу. Так как я закрывающий хуй. Слишком активная Диана, как я и говорил из-за этого. Хотя изначально сидела нихуя не понимала. А теперь ебать, блядь, я понимающе. Также смутил меня немножко четверка тем, что... Говорил, что семерка, типа он играет в паре с восьмеркой. Но выставил почему-то девятку. Типа... Это типа... Для меня это как отвод глаз. Типа, если вы играете в паре с типом, он базарит, базарит, базарит. А я его какого-то хуя с горы, блядь, выставлю. И типа это очень странно. По поводу кому верить, кому нет. Я больше склоняюсь к тому, что десятка был дурачком нахуй еще тем. Это пиздец. Ну, чмирите меня, не чмирите, но, блядь... Ну это, блядь, когда на тебя гонят на твоем столе, а ты его, блядь, хилишь, это, конечно, надо еще ебать... Ну, это надо включать какую-то клепку в голове, блядь, с этой темой. Меня выстави, клепка. Так ты выставлен четверкой. Ну да, тебя же четверка выставила. Я говорю, он говорил на семерку-восьмерку, а выставил тебя. Для меня это безумно странный мул. Типа, если ты действительно хочешь кого-то нагнать, то ты его по факту выставляешь, а не просто, типа, не выставляешь. Выставлять... Спасибо большое, злой. Ты кого-то добавишь? Не хватило, блядь. Все, в принципе, выставлены. Диана выставлена. Восьмерка выставлена. Восьмерка выставлена. Все выставлены, блядь. Мне нечего сказать. Никто... По квику я буду в Next ходу. Если выживу, по квику в Next ходу буду смотреть, блядь, что он такой. Спасибо за слово, блядь. Спасибо огромное. Спасибо. И Диана, твоя минута. Короче, я понимаю, что для всех странно, что я стала активной. Но напомню, что я не умею играть в мафию. И когда я ничего не понимаю, я пытаюсь понять. И когда понимаю, я сенпенте становишься активным, чтобы не сидеть АФК. Квикхантик ничего не понимает. Я с ним играю. Он абсолютно спокойный. Вадя был абсолютно спокойный. Кардман, вероятнее всего, ушел комиссаром. Поэтому восьмерке было удобно вскрываться, проверять пятерку. И какого-то хуя, блядь, умирает пятерка сразу. Камик, почему я топила? Типа, пофиг. Он говорит, что все разномастные. Кардман изначально говорил, что он всегда говорит, что кто-то является кем-то. Но по факту это не так. И я просто обратила внимание на его эмоции. Он также играл в прошлый кат, когда был хилером. Ну и он, понятное дело, что хилил. И, по-моему, он девятку не хилил, он хилил себя и признался в этом ваде. Девятка абсолютно спокойно играет. Злой. Улыбался, когда его защищали за красного. Меня это смутило. Оринян сначала играла с восьмеркой. А потом на последнем ходу сказала, ну, типа, ну, его нужно в третью операцию, потому что он вообще спокойно сидит. Поэтому играю с тройкой, четверкой и девяткой. А семерка, я не знаю, что ты в меня бросил. Оринян, ты кого-то поднимешь? Запутался вообще. Я поднимаю. Как это поднимаешь, если я уже все поднял? Восемь, девять, два, четыре, семь. Выставлены. Шестерка пусть поговорит. Пиздан. Шестерку. Штайя, Ариэн. Спасибо. Кто она? Итого. Восемь, девять, два, четыре, семь, шесть. И сейчас по очереди опознательные речи, начиная с восьмерки. Гура, пожалуйста, 30 секунд. Спасибо. Какая же черная речь была у одиннадцатого только что. Для меня команда 2, 10, 11. 10 нарисовал разномастые. Блядь, короче. 10 нарисовал сраные разномастые свои и ошибся оба раза. Зачем он это делал? 2, 5 разномастые. Я говорю, 5 красные. Он говорит, тогда 2 красные. Что, блядь? Где логика? В чем она? Почему 2, 5 разномастые по нулевке? Почему по самому раннему раунду это так? Потом я поговорил. Он говорит, я ближе к черному. Потом он говорит сам. Ему кто-то что-то показывал. Спасибо большое, Юра. В этом случае 10 черный. Вот обвинение не может меняться. Ваня, пожалуйста, 30 секунд. Блядь, самое что интересно, я почему-то думал, что 2, 4, а не красные. То есть я думаю. В них вкидывает 6, 7, 8, 6, 7, 8, 11. Для нее вторая. Для них все команды, четыре игрока. Для них вторая черная сидит. Понимаешь, в чем дело? Такого быть не может. Там две команды висит. Там часть красных, часть черных сидит и голосует на нее. Очень сложный, очень сложный выбор. Может быть 3 в 3. Я боюсь, уже сижу паранойю. На 8 баланс. Для меня, для меня 8 надо выгонять. 11 пиздец, какой черный сидит. Пиздец. Спайси большой, Ваня. Водить будет. Диана. Уж 11 будет. Я вот не знаю. Я вот как придерживалась того, что 6, вот 7, мне кажется, пиздец запутался. Потому что, ну, я не знаю, как он играет, но хрен с ним. Блин, я же не черный игрок. Ты называешь меня черным. Вот ты и запутался. 6, 8, непонятно, что делает, но очень четко раскидывается словами. Поэтому, во-первых, я скажу. Водить для меня черный игрок. А Ринян хочу послушать. Можно мне попиздеть, блядь? Квихантику вообще скучно, мне кажется. Он просто так показывает. Я слушаю просто все это. Спасибо большое, Диана. Не попиздите? Нет, номер 4, Фил. Смотрите, какая хуйня. Для меня двойка красная, для меня девятка красная. Для меня, возможно, тройка красная. Я объясняю. Шестерку надо выводить. Шестерку точно надо выводить. Шестерка подсослась, как всем речам. Восьмерка, это, скорее всего, восьмерку я бы тоже вывел. И я сомневаюсь между третьей мафией. Третья мафия, это между 3, 7 и 11. Ваня сидит красный. Двойка сидит красная. Я сижу красным. Семерка, возможно, скорее всего, запутался. Я выбирал между 3 и 11. Шестерку сейчас выводим точно восьмерку. Сейчас выводим точно восьмерку. Точно, 100% восьмерку. Спасибо большое. Следующая восьмерка, а дальше шестерка, а потом дальше будете смотреть. Скорее всего, будете убивать меня. Спасибо. Номер семь. Витя. Да, ребят, я запутался в первой игре в «Мафию». Это моя вторая игра. Сейчас реально я, ну, вообще не запутался. Я говорю, два, десять, сто процентов «Мафия». Восьмерка, вот он скрылся, комиссар, мое мнение, потому что просто он понимал, что на столе полный пиздец происходит, и если он сейчас не вскроется, то уже все. Каким образом десятка, конечно, угадала то, что единичка — это доктор, тоже странно, но я, короче, в двойку сто процентов голосую. Третья «Мафия» будем смотреть уже, я не знаю. Третья «Мафия» реально, ну, и три, и четыре, и шесть, может быть, и один с походу уже. Короче, в двойку я точно голосую. Спасибо большое, Витя. Номер шесть. Арина, твоя оправдательная. Ничего я не понимаю. Почему я подсасываюсь? Первая выставила десятку. Я обалдеть, нахрен. В двойке сказала, что она активизировалась, но это может быть просто из-за того, что она, опять же, уверена в своих словах. Я ничего такого не сказала. Вот. Я мирная карта, считаю, и сразу сказала, почему мы должны выгнать восьмерку, потому что это, во-первых, баланс. Во-вторых, мы точно выгоняем либо восьмую мафию, то есть, либо десятку, либо восьмерку. Вот и все. И, опять же, если я играю с восьмеркой, с той же мафией, да? Блядь, у меня! Не крутите мне, блядь! Голосуем. Поднимите руки. Кто против восьмерки, Юра? 300. Большинство. Я здесь должен уходить, в любом случае. Витя, Юра, в кого ваши голоса были бы? Я в двойку. Юра? Это нерелевантно. В двойку. Не жалко, нахрен. Спасибо. Пожалуйста, Юра, последнее слово. Логично правильно. Со стороны стола этого мафия и хотела, увидев, что их черный игрок был выведен в дневное время, она специально убила красного проверенного мною игрока для того, чтобы меня вывести днем. Это правильно. Самый подозрительный по игре – это двойка. Самый подозрительный по речи – это одиннадцать. 4-7-9. Команда красных была бы моя, если бы я оставался жив. Одиннадцать поговорил очень по-черному. Двойка играет по позиции вместе с десятью. Фил, оставляю. Фил. Спасибо большое, Юра. Юра с этими словами нас покидает, а вы засыпаете. Спокойной ночи. Не забудьте, пожалуйста, выключить микрофон на ночь. Боты присоедините в чат, пожалуйста. И в полной тишине просыпается мафия. Боты присоедините в рот. Пробуждается Дон. И в жопу во свои бублей. Макрискоу не это, блядь. Дон засыпает. Просыпается комиссар. Че сегодня стримить до миллиона? Комиссар засыпает. Пробуждается доктор. И доктор засыпает. Ну, очень медленно. Утро. Утро, утро, утро. Я с прискорбием сообщаю, что Ванечка поперкнулся, покатилась кружечкой. Так. Двойка железно-красная, тройка железно-красная. Я тоже красный. Мы играем втроем. Это, блядь, это точно мое завещание. Теперь надо выбрать между шестой, семеркой и единственной на столе. Скорее всего, осталось две. Почему это вы играете? Почему? Я не понимаю, почему. Двойка активизировалась, но сейчас ты ее окрасил. Двойка активизировалась, да. Но потом мы начали ее вместе топить. Шестерка начала вкидывать в двойку. Так же, как она подсасывалась к моим речам, семерка путается. Я не знаю. Либо он максимально, типа, у нее речь была максимально черная, поскольку он начал так же душить двойку, как и шестерка. Либо на столе шестерка. Я выставляю в десятку. Я выставляю в восьмерку. Как? Фил, с кем ты играешь? Семерка железно говорит, что два и десять. Бать вы нахудуху, не пиздец, блядь, сука. Я бы что там нахудуху. Десятка уходил по красному, Юра уходил по черному. Там нет такой команды. Он действительно у него командовал. Для меня, ебать, для меня все, сука, серые, блядь. Значит, ты сидишь черным. Значит, ты сидишь черным, если ты все. Такой не может быть. Такой не может быть. Потому что мы вводим шестерку, мирный, мы вводим шестерку. Четверка какие-то мастерки делает, на семерку душит, а Элисарина, я вообще ебал. Короче, все согласны с тем, что на столе две мафии осталось. Две мафии. Две мафии. Когда он говорит, что для меня все игроки серые на оставшемся столе, это значит, что он сидит черный. Он сидит максимально черный. Несмотря на то, что для меня десятый уходил красным. Для шестерки десятый уходил черным. Десятка уходил красный. Он типа был доктором, он бы не скрывался бы фейк-доктором. Я знаю, что Влад пришел в часик. Значит, мы выводим сейчас либо шестерку, либо одиннадцатого номера. Я бы сначала вывел бы одиннадцатого, поскольку, опять же, он был для Вани. Он был для Вани таким же черным. Для меня Ваня уходил по красному, поскольку мы играли с Ваней. Ваня окраснял также второго номера, и он пытался окраснить третьего номера. Третий по дефолту, мне не понравились его речи, но тех игроков, которых он выставлял, я бы их также выставил. Вот, поэтому я стройку играю. Несмотря на то, что он не до конца анализирует. Вот, семерка, как мне кажется, у него была максимально хуевая речь. Вот, либо он мафия, тогда у меня получается, что, возможно, злой не мафия. Но злой мафия лишь потому, что у него весь стол серый. Такого быть не может на таком этапе игры. Я выставляю злого, и всех мировых призываю голосовать против него. Дай мне, пожалуйста, минуту, блядь, я хочу уже нарваться. Злой, ты обязательно получишь свою минуту, но чуть позже, арина, твоя минута. Я не могу еще аргумент сказать. Ебать. Ну, я не знаю, насчет подсоса. По-моему, Фил подсасывается к Диане, потому что уже все поняли, что она красная. И Диана единственная, кто топила против злого. Вот, и что-то про него говорила. И получается, что, да, у нас Диана... Ну, я, вот вообще, я про Диану говорила только то, что у нее плохая речь. Но я как раз ее этим и окрасняла. То есть я не говорю, что она мафия. Вот, Читбанет, я вообще считаю, что нам за мафию невозможно вот так вот топить свою точку зрения, уверенно, такие слова говорить, будучи мафией. Он просто красный. И, возможно, может быть, он и не ошибается, откуда мы знаем. Ну, он, нет, стоп. Два десять, да, ЧП? Два десять? Два десять, я говорил точно, да. Не, ну, да, десятка. Сейчас уже хуй знает, на самом деле. Да, я не считаю, что Читбанет мафия. Вот, пока что для меня действительно, вот, ну, Фил против одиннадцатого. Одиннадцатый для меня красный. То есть для меня Фил остается последней мафией. Вот. Четверкой. Два последней мафии Фил считает? Спасибо большое. Ты же говорила на красное. Ты же говорила там на красное. Арина, ты кого-то выставишь? Да, мафия. Четверку? Четверку. Четверку. Спасибо. Витя, поговори. Да, я что-то вообще ничего понял. Фил такой же против... Он топил же против одиннадцатого и меня, грубо говоря. Говорил, что красная двойка. Ты сейчас считаешь, что красная двойка, Фил? Нет, две мафии. Двойка красная? Да, он считает, что двойка. Да, он сказал, играть двойкой и тройкой. Ну, хорошо. Вот вы говорили, что я тогда запутался. Вот сейчас я реально запутался. Не, ну, я был уверен, что двойка мафия. Почему? Потому что, ну, как-то я говорю, если все-таки придерживаться моей теории, что десятка точно мафия, то двойка прям сразу так за него, типа, не надо его кикать, не надо. Вот, как-то поддерживаю. Ну, мне показалось так, мне так показалось. Я уже реально, я сейчас реально запутался. Ну, короче, у нас в любом случае две мафии, сто процентов. То есть, либо восьмерка, либо десятка были мафии. То есть, у нас две мафии осталось. То есть, нам надо кого-то одного убирать и дальше уже прям максимально думать все-таки, ошибка, не ошибка. Ну, кому убирать, я не знаю. Я бы, впрочем, всех ботопил бы, честно. Мне пизда сейчас, наверное, но я бы, впрочем, всех ботопил. Кроме, может, Квихантика, но Квихантик тоже слишком какой-то, бля, спокойный. Заткни, бля, ебать, мой хуй, бля. Короче, ну, давайте один теперь уберем нашу. Нет, нет, бля, ну, Филу тоже сложно доверять. Короче, я против двойки доблю до конца, мне похер. Против двойки, да, двойки, все. Двойку номинируешь. Ну, мое имхо, ну, сорри, Фил, ну, мое имхо, ну, сорри. Фил сказал, ладно. Спасибо большое. Минута, да. Моя имхо, моя имхо. Моя имхо, моя имхо. Короче, рассказываю вам, эээ, вообще, что Фил призвал, чтобы меня вообще гасили. Я сказал, что Фил пиздел на семерку, хотя выставил сам девятку, хотя с ним сам играл в паре. И он сейчас, он в начале раунда берет двойку, тройку, красную, и у себя говорит, так, в одиннадцатого похуй, я вас призываю. Чел, ты не призываешь, бля, призываешь у Таяна. Потому что ты изначально со мной играл. Ты изначально подмечал то, что двойка активизировалась. Да, она тоже может быть черненькая. А сейчас ты вообще меняешь полностью стол под себя и пытаешься что-то изменить. Не знаю, подраться у меня нет. Не получится, потому что я здесь меняю мир, ебать мой хуй, блядь. Понимаешь, по поводу игры я хочу сказать то, что не все игроки для меня серые, ты не дослышал. Я сказал, кроме тройки, потому что тройка изначально как и душил, потом захотел играть, и я при нему присматривался. И в этой катке я буду к нему присматриваться, я присматриваюсь, я его хочу окраснить, и я буду с ним играть. А вот ты... Клоуняра, сука, ебаная, нахуй. Агромизия, мужчина. Я хочу сказать то, что я буду выставлять тебя, потому что ты... Завтра или послезавтра будем снимать. Ладно, богу 11 убираем, ребят. Спасибо большое, злой. 11-4-2 в номинации, ты кого-то добавишь? Я же сказал, четверку. Четверка уже выставлен. Как есть, оставляешь? Да. Спасибо. Диана, твоя речь. Злой вообще сейчас на нервиках, пытается что-то вытащить, и что-то он сам запутался. Ох, ебаная. Нормальный. Семерка, он... Диана, кстати, молодец. Короче, семерка, я не играла четверкой изначально. Ну сложно, ебаная, ну сложно. Третий? Да ему скучно играть, блядь, он мирный. Ему похуй, да? Ему вообще похуй. Ну то есть вы хотите сказать, что мафия 6-11? Он просто запутался, типа. Ебаная. Ну если ты, если ты, конечно... Арина, ты с кем играешь? С восьмеркой она изначально играла, потом решила восьмерку убрать. Ну сказала, что для меня все-таки злой, но мне речь чего тоже сейчас не понравилась. Я не знаю, я... Нихуя, блядь. Что это вообще есть? Здорово. Ну да, изначально... Короче, для меня вот лично, для меня. Самый красный я, понимаешь? Чешу, речь диана. И в какой команде верить, я, блядь, не знаю. Я у тебя закончу. Время. Давайте, короче, одиннадцатого мы убираем и дальше уже думать будем. Ну, Витя, ну что его речь, ну, нет? Одиннадцать четыре два в номинации. Можно на свет просто убрать. Криня сказала два раза, что она сначала за одиннадцатого, потом его... Потом одиннадцатого речь ей не понравилась. Я вообще не понимаю, блядь. Уже вот будто мафия тут поздается и начинает сначала топить своих, а потом говорит, что они зеленые, ой, блядь. Скажи, пожалуйста, я выставляю, блядь, я выставляю, блядь, всех, кто вот это подо мной. Вот это шестой, седьмой, одиннадцатый, вы меня калите, нахуй. Почему меня перебивали, блядь? Одиннадцать четыре два в номинации. Одиннадцать четы... Шо? Ты молодая, ты, блядь, ебаный. Одиннадцать четыре два в номинации ты кого-то добавишь? Шо? Шо? Блядь. Что ты сомневаешься о своем выборе? Диана, скажи, пожалуйста, ты кого-то добавишь? Шестую, блядь, шестую, блядь. Шестую, спасибо большое. Невать сомнения пошли, я хуейю, блядь. Марк, твоя минута. Блядь, а вахуя, я все могу сказать. Это, не знаю, Фил так убедительно говорит. Я просто, я, к сожалению, я не могу так анализировать. Просто я сижу, слушаю, чтобы пытаться, чтобы я смог в итоге на своей речи хоть какие-то выводы сделать. Но у меня не получается просто в голове что-то уместить. Типа, в этом проблема. И для меня злой говорит, ну, типа, ну, по-моему, он всегда просто говорит, типа, я не знаю, что там, нервики это сказала. По-моему, злой всегда так просто говорит. И я не понимаю, почему седьмой говорил железно про двойку и десятку, то что, типа, именно про двойку, и не понимал, почему он железно говорит, что она черная. Я просто не понимаю, когда Диана... Про эмоционалу показалось? Ну, просто Диана ничего особо такого не говорила, чтобы сделать именно такой вывод. Но эмоционалу только, по-моему, на первом этом... Ну? На львом кругу. Я не знаю, мне очень трудно. Бля, сейчас мне Фил нахуй наебет, и я вообще не знаю, не знаю, не знаю, лежать. Это вообще биздец. Михася, короче, нам точно надо с тобой вдвоем играть. Марк, ты кого-то добавишь? 11, 4, 6, 7, 2, 7. Я не знаю. Нет, ну, пока не будет. Спасибо, оставляешь как есть. Итого, 11, 4, 2, 6 в номинации. В таком порядке оправдательные речи, начиная с усатого господина под номером 11, пожалуйста. Очень странная хуйня, учитывая, как шестерка переобувается, блядь, от мнения к мнению. Это вообще полный пиздец, блядь. С кем ты в паре играешь? Ну, я играю с тройкой, с семеркой. Не, как с самой, блядь. Она только что на меня напиздела, блядь, загасила меня. Видите, тоже очень странно хуярит, потому что... Вы вдвоём купите меня, вы вдвоём купите меня. Господа, сейчас у нас речь, товарищи, злой. А потом ты говоришь, ой, Дианочка, с кем же ты там играешь, ёбаный, рот, блядь. Ох, Дианочка. Ну, очень подозрительная хуйня, ребята, вы ошибётесь очень сильно, если вы меня выгнете, потому что всегда с вами все играли. Семерка большой, злой. Как удобно, номер четыре, пожалуйста. Как удобно быть красным игроком. Это номер, я объясняю, почему. Также, скорее всего, он вывел пятёрку, чисто по рофлу. Потому что если я бы играл, сидел бы с Пукичем, с Ладом, я бы его тоже по рофлу вывел, потому что мы с ним, типа, друзья. Также, скорее всего, и злой из пятёрка, а не друзья, и он чисто по рофлу вывел пятёрку. Это ещё один аргумент, который я забыл сказать. Семёрка, скорее всего, запутался, потому что он, когда я топит двойку, не ищет союзников. То есть он просто, скорее всего, для меня он запутался с шестикрасной. Шестёрка и одиннадцатый топят в меня. Шестёрка постоянно погружается третий раунд подряд. То двойка ей не нравится, потом, типа, потом я не нравлюсь, поскольку я в неё вкидываю. Это нормально, это нормально для игры на мафию. Одиннадцатый, он сейчас чёрный, он сейчас уходит. Спасибо большое. До этого был весь серый. Не уходит он никуда, ребят. Номер два. Диана, твои три секунды. Я всё-таки придерживаюсь того, что злой чёрный игрок, Арина просто в какой-то момент начала то, что она сказала, что злой зашибись, что она с ним играет, теперь для неё двойка и четвёрка являются чёрными. Ну, короче, типа, много инфы, вот так вот, а вы выбирайте, что хотите. Вот. Для меня тройка, четёрка всё равно красные остаются. Семёрка для меня вообще непонятно, потому что он сам, наверное, не понимает, что происходит, но, вероятнее всего, тоже чёрный игрок, потому что сначала той в меня топил, потом вот на одиннадцатого переключился. Ну, поменял мнение после речи. Ну, да, да, ну, то есть, номер шесть, Арина. Тебя? Я пообъясню по поводу себя, на самом деле, я просто испугалась, возможно, как-то, что меня затопит Фил, вот, и решила, ну, и вообще, как бы согласилась с ним, а потом я не поняла, почему у нас не может быть 2-4 команда, и почему 2-4 так боятся брать Читбана да к себе в команду, в команду мирных. Ну, то есть, по нему видно, что он мирный. И я это вижу, и тройка это видит, и одиннадцатый это видит. Ну, да, мне не понравилась, типа, речь одиннадцатого. Возможно, я сейчас просто попалась под влияние двойки-четвёрки двух мафий. Но я мирная карта, я пытаюсь просто снимать. Спасибо большое, Арина. И пока что, ну, типа, 2-4. Почему нет? Почему нет? Итого, у нас 11-4-2-6 в номинации. Приготовьтесь голосовать. Голосовать! Поднимите руки, кто против номера 11. Ну, кстати, ни одного фолловера не добавилось за последний. Ну, да, ладно, давайте. Четыре руки в одиннадцатого, это большинство. Арина, в кого твоя рука была бы? Ну, не знаю, либо в двойку, либо в четвёрку. Ну, в четвёрку. Слой, в кого твоя рука была бы? Конечно же, в семёрку, потому что чел перебывается, как Арина. Это явно две мафии, блядь. В шестёрку уходят. Ну, это в семёрку уходят. Спасибо большое. Нет, нет, в шестёрку, в шестёрку, да, всё, ладно. В семёрку не выставлена была. Злой, оправдательное, заключительное слово прощальное. Заключительное прощальное слово. Хочу попрощаться с вами, ебать. Я хотел так ещё поиграть за красную роль, но, блядь, меня выгнали. Пиздец, за то, что я просто существовал. За мной все играли. Вас подкупили, блядь, громкими словами. Просто брат убил. Вас подкупили громкими словами, мышцами, блядь, правдой. Ой, не правдой, враньём, блядь. А вы так повелись, блядь. Золна, старая не думает. А Фрейду, блядь. Я думал, ты носишь очки, но ты не разглядел угрозу, блядь, притуле. Я тебе говорю, дядя, ты попал на то. Надеюсь, красные победят, как так сказать. Потому что я, блядь, красный игрок. Увидимся. Давай. Прощайте. Давай, на связи. И с этими словами Артур вас покидает. Дина, она можно балаганчик? Как ты говорила в конце, ты говорила в начале, в конце раунда будет балаган или нету? Балаган всегда в начале раунда. А, ну в конце нету, всё, я понял. Нет, сейчас вы засыпаете. Если меня убивать, выходит шестёрка. Все спят, полная тишина. Брата убил, сука. И в этой тишине просыпается махия. Ой, сука, сплинтер, ебаный, блядь. Крыса, блядь, шушь, валь, сука, твари, блядь. Крыса, блядь. Двааать. Ф***. Пизда. 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 Какой? Я чипсы поел. Всё, займёшься? Я сейчас тебя перекину. Вы тут? Мафия засыпает. О, спасибо, брат, за подарен сапку. Просыпается Дон. Дон, 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 Дон. Ты не пари, ты... Дон засыпает. Пробуждается комиссар. Зеро, как твои дела, как твои дела, здорово, блин. Сейчас, здорово, всем здорово, здрасте, здрасте всему чату, всему чату, здрасте. Комиссар засыпает. Здрасте, кто без счастья, здрасте. Просыпается доктор. И доктор засыпает. Утро. Умер игрок под номером 6. Доброе утро. Сказала бы я вам. Точно не шторг. Сказала бы я вам. Да не такое же доброе номер 6 мертвый. Быбы. Ебать. Сука, развели меня, да, значит? Чит. Да ой, блядь. Подожди, хорошо, ребят. Вот. Ну, ебать. Ну ладно, я, короче, гарантирую вам то, что я красный. Я сейчас просто в оху... Ну, посмотри, я, короче, просто говорю, что я топил за двойку десятку. Я в эту теорию пиздец прям верил. Блядь, я вообще, я не знаю, что говорить, я нихуя не знаю уже. Все. Вот это, вот это окончательно уже. Блядь, для меня же самое красное это двойка. Двойка сидит. На втором месте тройка, а на самом последнем четверка. На мафии что ли осталось? Семерка, потому что ты голосовал за 10. Я не могу понять. Два в два это проигрыш? Или у нас одна мафия осталась? Да, у нас два это проигрыш. А, то есть одна мафия у нас осталась? На столе одна мафия. Я никому не верю. Я никому не верю. Я никому не верю. Если ты красный, давай играть дальше. Я никому не верю. Ты не сказал, что ты красный, сука. Я точно красный. Я точно красный. Я хочу всю игру. Я играю за мирную. Я серьезно тебе говорю. Квихансик, ты первый раз играешь? Да. Ну, блядь, для первой игры не может быть мафия настолько охуенно для первой игры. А ты говоришь, Квихансик, с тобой, блядь, играем, кикаем кого-то одного. Надо с тобой определить, с тобой. О, ты не можешь первую игру так охуенно за мафия играть. Я могу с тобой играть. Чувак, я тоже вторую играю. Я лох, я лох. Чувак, я лох. Мы два лоха с тобой. Что он железно-черный. Что она железно-черный типа была. Либо два, либо четыре. Блядь, ты красный? Квихансик. Я тоже, блядь, новая. Я тоже, блядь, новая. Красный, ты играешь со мной. Нет, смотри, Дэнс. Либо ты, либо семерка, либо четерка. Я не знаю, блядь. Я шестерки дефал. Если ты красный, я не буду так тебе дефал. Просто логично. Красный, подумайте логично. Кто здесь самый опытный игрок, кто всех наебать мог. Вот кто, блядь, из четверых. Самый опытный игрок. Вот я говорю, все. Нет, это здесь не работает. Это здесь не работает. Хорошо, ты меня сейчас думаешь. Ты меня будешь докикать. Ну смотри, ты топил десятку. Для меня десятку ходил красный. Ты докидывал руку. Восьмерку ты не голосовал. Восьмерку бы я ходил по черному. Ты рисуешь команду. Восьмерку? Десять. Если нам сейчас ведущий не дает типа поиграть по рофлу, что мы тут это все нахуй пересрались. То скорее всего, то скорее всего, значит, шестое либо одиннадцатая, кто-то из них был красный. Короче, ребят, 2-9, ребят, я говорю. Здесь три ложка сидят. Надо кикать старика самого умного. Четверку надо кикать, я говорю. Четверку надо кикать, я говорю. Нет, нет, нет. Ребят, здесь сидит самый один человек, кто всех запутать может. Это четверк. Единственный человек может запутаться. Ты рисуешь команду 2 и 10. Диана, я тебя фидовал, потому что я, наверное, хуёвый психолог. Ну ты десятку защищал, ты десятку защищал. Ну типа я уже увидел, я показал. И девятка была красная. И девятка была красная. И девятка была красная. Он наконец снял девятку. Десятый, блядь, мафию, я вообще охуею. Какой семёрка? Какой семёрка? Какой мафия, блядь? Вот сейчас ты подозрительно сказал. Короче, ребят, четверку кикаем, мы побеждаем. 90%. Здесь одна мафия осталась, четверка. Здесь одна мафия. Если не четверка мафия, я охуею. Бля, я в охуею вообще. Если Фил просто послушал, что я знаю, что на втором ходу он играет агрессивно за мафию и просто решил этого не делать, блядь. Моя логика. Диана, понимаешь, в чём логика? Что вы, типа, через игру, словно говоря. Вы два новичка, Диана, послушайте меня. Вы два новичка. То, что вы так охуенно за мафию можете отыграть, я не верю. Вот вы реально сидите, как бы, если вы настолько охуенно отыгрываете, я офигею. Нет, смотрите. По очереди, пожалуйста. По очереди, Витя, с тебя. Я говорю то, что здесь три, ну, я не знаю, можно так вообще в мафии судить или нет, но здесь три новых игрока. Здесь три новых игрока. Единственный человек, кто так охуенно до конца может доиграть, это четвертый. Кто ничего не понимает, тут оказывается мафия. Кто ничего не понимает и кто больше всего говорит, что не понимаю, потом там уши не работают. Грузит, грузит, грузит вас, ребят. Почему ты двойку не топишь? Я говорю, я мнение поменял, нет, я мнение поменял. А зачем ты подговариваешь тогда? А зачем ты подговариваешь, что ты мафия? А почему ты двойку не подговариваешь? Фил, потому что никто, Фил, никто кроме тебя так грамотно за мафию больше не может отыграть. Если кихать и Диана, я им медаль подгам. Я им медаль дам из себя анимати. Все еще время вить, если что. Плюсы дай. Короче, я реально, я просто вам плюсы дам с лохтя ударю за вас, если вы так за мафию сможете отыграть. То есть если вы так отыграли в новой игре для себя, я просто помню себя в первой игре. Я сидел вот так вот, меня выбили сразу. Но я так же сидела. Вот если вы сейчас так можете за мафию отыграть, то вы гений. Единственный человек, кто может грамотно отыграть за мафию, это Фил. Для меня все. Есть одна мафия у нас, одна мафия у нас. Я пиздец тупой. У меня под вопросом 4 и 7, я не знаю, блядь. Ты так грамотно пиздишь, что я просто в оху. Тут как бы хуйня в том, я говорю. Либо ведущий... Посмотри в камеру, пожалуйста. Скажи, что ты не чёрный. Я не чёрный. Я реально не чёрный. Я красный. Витя. Ну, короче, просто думайте головой, ребят, кто самый грамотный. Четвёрка. 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 Я хуй знаю. А, хотя бы так. А, два в одного что-нибудь оставили? А, ну, можете меня кикнуть сначала, потом его главный кик. Это я зря сказал, потому что вы сейчас подумаете, ебать, Майнгеймс он делает, но... В смысле? Я не понял, как это так? Не, подожди, если меня кикнут, и я красный, и одна мафия остается, они же успеют ещё кикнуть? Нет, вы выиграете всё равно. Давайте семёрку, четвёрку и так уже. Значит, один в два мафии не выиграешь. На хуй. Диана, прошу прощения. Один в два мафии выиграешь. Это когда сейчас речь Марка? Марк. Нам сейчас нужно выбрать... Бля, я даже не знаю, и просто если Фил пиздобол, то он такой охуенный пиздобол, что это просто пиздец. Опыт. Ой, бля... Да я просто не знаю, я не смотрел, как Фил играет, я не смотрел, вообще баня отыграет. Ну, блядь, ну просто, сука... Я знаю, что Витя такой человек, который, блядь, уверен в себе. Если он, на хуй, один раз что-то не так сделал, значит, в следующий раз он будет усовершенствовать себя. Блядь, я не могу камеру включить. Блядь, спасибо. Это приятно, но, блядь... Просто, вот, когда двойка... Ой, когда ты втопил в двойку, мне вот это просто пиздец не нравилось. Вот реально. Потому что по нулевке чисто можно было судить по поводу двойки. А потом... Ну ты опять же говорил, что она железная-черная. Хотя, ну не особо такие выводы, типа, можно было сделать в последующем курсе. Я не знаю, правда. Там задобрить, блядь, что ли? Как вы думаете, кого они кикнут? Ну, блядь, ну, я говорю, что... Типа, что выжить. Не, ну вы правильно говорите в целом. В целом правильно говорите. Я хуй знаю, трудно. То, что надо было раньше анализировать. Ну, короче, я не знаю. Послушаю, что сейчас Фил скажет. Или уже никто не будет говорить. Я все забыл. Дина, можно вопрос по игре, пожалуйста? Если мафия один в два остается, она побеждает один в два? То сейчас финальный ход. В смысле? Если одна мафия и... И два мирных. Два мирных? Зависит от того, есть ли за столом доктор. Доктора нет? Соответственно, если одна мафия двамирных, один из мирных доктор, то доктор может залечить, и тогда... То есть если... Короче, вы сейчас можете проиграть. То есть вам надо вдвоем выбирать либо четыре, либо семь. Вы сейчас можете проиграть. Вы сейчас можете проиграть. Четыре, семь в номинации. Не-не. Четыре, семь в номинации? Ну, пиздец. Я в охуе. Я, по-моему, охуенно сказал. Как можно в ней не верить? Я не понимаю. Спасибо большое. И Филипп. Бля... В общем, смотрите. Двойка и тройка. Я вас дефал всю игру. Я мог... Будь на мафии, я вас затопил бы к хуям. Двойку вообще бы к хуям затопил. Потому что двойку отопили шестерка и семерку. Мне ничего не стоило. Потому что я был уверен. Двойка была для девятки красная. Для меня ты стала красная. Хотя я сначала сказал, что ты активизировался. Я потом тебя краснил. Потому что на тебя все накинулись. Десятка уходила по красному. Тройка топил восьмерку. Тройка первая, кто выставил восьмерку на фейкоме. Потому что он не поверил. Я с ним также согласился. Потому что восьмерка... Он уходил по черному. Если, допустим, второй вариант. Я могу быть черным. Тогда вместе со мной камень черный. И тогда... Я не знаю. Я хуй его знает. И тогда еще кто-то. Еще кто-то. Я просто не могу нарисовать такую команду. Семерка. Семерка топила, докидывала голос в десятку. Когда у нас был этот самый... Мы сидели, голосовали. Он не голосовал против восьмерки. Он в том голосовании топил двойку. Мне ничего не стоит. Я вам серьезно говорю. Мирно. Мне ничего не стоит переобуться и затопить к хуям других красных. Вот просто пиздец. Когда на столе... Так играет мафия. Она подсасывается. В этом прикол. Семерка сейчас уходит. Спасибо большое. Двойка красная. Двойка красная. Двойка красная. Прикольно. У них нет мафии. Прикол в том, что овощи могут тоже выиграть. Кто говорит, что нихуя не понимает, он часто выиграет. В том плане, что наши голоса можно хорошо купить. Я просто не допустил. Я верю, что тройка. Потому что ты играл в целом. Ты играл так же, как я. То есть по мыслям. Просто ты это не говорил. Поэтому помни меня красной. Двойку я бефал. Потому что я был уверен, что она красная. Семерка сейчас уходит из-за хуевой аналитики, из-за дакидонов, из-за прочей другой хуйни. Спасибо. Спасибо. Ты оставляешь какие? 4.7? Да, да, да. Я только... Спасибо. А все, больше нельзя говорить, да? 4.7 в номинации. 4.7 в номинации. Думайте, ребята. Думайте. Думайте. Я считаю, выбор простой. 35 лет воскресло. Секундочку. Кто всех мог запутать? Просто думайте. Человек, который, вы говорили, запутался сам. Я сам запутался? Или человек, который может запутать? Вот думайте. 12 номер. Мафия. Она может... Просто думайте, ребята. Еще одна аналитика, что игра уже закончилась. Чисто в теории. Я вам говорил, что игра может закончиться. Это финал. Это финал. Это финал. Диана может отстроить. Я? Диана? Дина, блядь. Да, Дина. Ну, сори, блядь. Почему, блядь? Ну, вот, короче. Нет, ничего не закончишь. Сейчас уходит семерка, потому что... Да, кикайте, читбаны, да еще. Читбаны, да кикайте, нахуй, блядь. Я против читбаны. Ну, фу, в мэрку, ну, фу, в мэрку. Пошел в пизду, блядь, читбаны. Ну, это ты, как сказать, Севелон, мне кажется, сгонишь. Да все, блядь. Ты их, блядь, еще больше запутал, блядь. Тих, блядь, еще больше запутал, блядь. Я запутала, лолой. Мафии нету, Винча. Простите, спутала, блядь. Фил. Ты должен был уходить самым третьем, чего? Подожди, я ничего не понял. Арина была последней мафии и... Фил, идите нахер тогда иди. А твой был, мой был, блядь. Арина, злой. Подожди, подожди. Я был за этой ситуацией, выгляни бы себе. А нахер так делают, а нахер так делают. Три мафии. Кто был мафией? Арина, злой, Юра. Ребят, ребят, а можно спросить всех? Юра все-таки был мафией, блядь. Почему вы сделали перевес восьмого? Если десятый, он мог сказать, что он хилил девятого, потому что он хилил сам себя. Так он сам себя хилил, блядь. Он вам потом это сказал. Блядь, Семерка, ты максимально запутал весь стол, ты запутал для меня еще, и на самом деле... Блядь, Фил, в бане я запутал, что мы выиграли. Все, четыре, блядь, выиграли. Я понимаю. Я думал, что Витя мафия. Фил, я проголосовал. В итоге я проголосовал против двух мафий. Пусти, пусти меня один еще. В итоге, в итоге. О богу. Я думал, я думал... Как Юра? Подожди, а как Юра вот так вот, типа, сделала? Я не понимаю. Врачом, действительно, был Камик. Так это пиздец рандом, это пиздец рандом. Я просил, я тебя умолял похилить, Камик. Следующую пьянку оплачиваешь ты, блядь. Камик считал, что буду стрелять именно в него. Конечно, в него. Он просто запутал все, блядь. Камик полстола, а я сижу красным. Я в верхний бы Камик. Покинь, блядь, здесь писала все. Не, как мы против друг друга с Филом в финале топили, это, конечно, лол. Это лол, конечно. Никогда не смотришь. Фил, Фил. Чего? Говорю, ты сказал только что на сраче вот этом. Ты сказал, короче, вот помнишь, я говорю, когда я вас с картманом на мафии довел до угадайки? Ну. Ты тогда, братан, я тебе типа клянусь. Да, я помню, да, да, да. Сейчас ты сказал вообще без единого слова, ты вспомнил первый, ты вспомнил кидоны. Ну, да. Это идеальная аналитика. То есть, если на мафии ты бы так сыграл, поверь, тебе... Я бы на мафии так бы не сыграл бы, блядь. Просто, блядь. Понял. Я так сидел, я понимал, что... Какие две проверки красных, блядь? Меня и пятого, нахуй, я очень не понял. Да. Камик реально, просто скажи, что единицу хилил. Все, ебать. А ты запутал. Это пиздец. Единицу хилил, а его... Он себя... Он себя хилил и пытался запутать. Вот, правильно, правильно. Простите. Камик всех запутал, правильно. Можно я скажу? Можно я скажу? Я... Я извиняюсь за свой самовыбил. Я всегда включаю микрофон, и в итоге Перенер ничего не выключил. Вот. А вы ничего не слышали? А я не понял ничего. Я ничего не понял все равно. Ну там чуть-чуть было слышно, но она говорила. А все нормально, все нормально. Бывает. Я не понимаю, что она губила. Мне показалось, что она ударилась. Типа... Да, да, да. Вот это вот было. Такиды засчитывают или нет? Короче, Фил, давай... Время голосований? Да. В сторону правил, давай я. Да, пока мы не перешли к следующему игроку. Ну... Значит, у меня пара вопросов. Во-первых, почему нельзя мертвых проверять? Да. У нас... У нас не проверяются мертвые, поэтому я тебе показывал, что он мертв и его не проверить. Окей. Окей. Баланс. Ну, сори. Еще раз... Я не знал этого, Дин, просто. Бать карту, ты сгорел? 6-8-11, мафия, да? Я сгорел только... Я прошу... Я понимаю, что я самый красный для всех. Я прошу деда, похиль, похиль. Меня убивают. Я просто... Меня говорят, а он не смотрел. Он просто не смотрит никогда. Он себя похилил и все. То есть, его топит пол стола, он себя хилит, понимаешь? Ха-ха-ха. Давайте, может, еще Uber Last одну хотя бы. Подожди. Дин, Дин. А еще тогда вопрос. Да. А если мафия убивает игрока, но он еще не умер, его можно проверить у вас? Да, вроде бы. Или нельзя? Вот смотри, я мафия, я хочу читбанду убить. Я говорю, убиваем всех. Ха-ха-ха. А что читбаны-то? Потому что он играл. Я хочу тебя убить еще раз. Я хочу убить картмана. Я могу еще, прослушавшись с Доном, сказать, что я проверяю один? Или нет? Да, да, да. Можешь. Все действия как бы происходят одновременно ночью. Окей, но я не знал просто... Объясню просто. Единственное, что сложно играть с игроками, которые мало говорят и отсиживаются. Потом. Почему двойка была красная? Потому что в нее по двум версиям две команды ебашили. То есть она двойка не могла быть черной одной. То есть сидеть без команд... Ну, то есть такое. Там команду не рисовал. Двойка самая красная на столе сидит. Типа, нужно... Я думаю, что надо было в два... Ну, типа в раунде, когда меня вывели, надо было четыре убить. Мне понравилось, что Камик команду нарисовал. Охуенную. Два пять разномазка. Там все... Я просто смотрю по Камику. Подожди. Артур, а ты просил себя захилить жестами, типа? Один. 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 Поэтому я особо не думала, что Камик не доктор. Это то, что Юра вскрысил с Жеком. Мы начали подозревать. Я очень рад, что он вскрылся. Мне очень понравилось вскрыть. Я готовился драться. Один в С2. Потому что я понимал, что проснется комиссар. И я думаю, кто комиссар. Я проверил девять. Девять не комиссар на Доне. Я стал Доном за пять секунд до того, как я проверил. Доне. Это вообще было ровно. Юра, я тебе говорю. Если бы открылся любой другой, тебя все равно сняли бы, братан. Я просто не могу понять, как вот так вот зарандомить можно с отпустим одного игрока. Объясняю. Объясняю. Нулевка. Говорят 11 человек. Три из них мафия. Значит, я, 6 и 11 не комиссары. Давай теперь, семерка, поговорим с тобой, кто точно не комиссар и почему. Тройка въебал в двойку на нулевке. Это не шерифский ход. Комиссар так не играет. Может, он просто не знает, как комиссар играл. Короче, все-таки ты гений и надо было тебя топить сразу. Я так и подумал. Нельзя. Нет, ну у меня две теории. Я так и подумал. Я так и подумал. Давайте уберем ласки. Да, 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 да. Нет, ну у меня две теории. Нет, ну у меня две теории. Я так и подумал.